всем привет с вами канал теперь я босс и рубрика бизнес после шоу сегодня мы приехали сюда в центр москвы в уютную и по-настоящему модную кофейню кофе бюро для того чтобы узнать как развивается этот бизнес после участия в проекте теперь я босс досмотрите выпуск до конца будет очень интересно подписывайтесь на канал ставьте лайки всем приятного просмотра друзья знакомьтесь ясмина екатерина основатели кофейни кофе бюро привет привет ясмина муратович 27 лет свою почти итальянскую кофейню она открыла три года назад вдвоем с подругой катей стартовый капитал составил три с половиной миллиона расскажите почему именно кофейня просто на мой взгляд мне кажется это уже сегодня достаточно перегретая сфера почему выбрали ее сейчас возможно да но когда мы открывались тогда еще кофейни только начинали захватывать москву мы сказать и не баристом и у нас не было обжарки у нас просто была большая любовь кофе и мы чисто потребительские пробовали на вкус хорошо плохо и потом мы нашли классную команду ребят которые каждый отвечает за свое дело нас есть шеф-бариста нас есть управляющий это не сразу было сначала мы все сами и заказ ты сами стояли но мы просто хотела время вообще очень весело было нам просто очень хотелось уже сделать что-то свое то что мы сказать и до этого работали на кого-то но хотелось свое и хотелось сделать качественный продукт но это и полезно поставить и думаю заказ и посмотреть как изнутри это все устроено для того чтобы делать свое дело правильно и тебе возвращались нужно все какие-то моменты которые ты у тебя происходит жизнь в работе ты должен это сам понимать то что если ты сам не понимаешь что не сможешь управлять этими процессами мы окнулись полностью во все эти моменты конечно классно потому что мне кажется вот в эти первые два месяца когда мы стояли за кассой сказать у нас был график я уже не могу мне отваливаться ноги приходили катя здесь работает недалеко и она прибегала с одной работы на другую стоять за кассой но мне кажется что вот в эти первые месяцы мы как раз таки и вот те гости первые они с нами остались потому что они поняли что это не какая-то они какой-то непонятный кофей не тут все с душой реально с любовью и они видели что мы сами стоим за кассой что мы все контролируем мне кажется это людей не обманешь они всегда видят когда хорошие продукты когда с любовью а когда и хотят обмануть а в чем ваша уникальность как вы выделяете на рынке почему люди возвращаются я считаю что мы не уникальны да у нас есть отличительная черта нас классный дизайн интерьера и мы не хотели придумать ничего сверхъестественного мы хотели просто создать такое пространство где было бы комфортно всем или студентам и бизнесменам и при этом не просто красиво но при этом ты получаешь еще качественный продукт качественный напиток мы очень много времени уделяем подбору зерна у нас классные авторские напитки то есть мы пытаемся и стараемся мне кажется у нас получается реализовать вот все аспекты и быть красивыми и быть качественными и привлекательными это ваш первый бизнес ваш бизнес работать уже четвертый год интересно узнать какие этапы были вашей кофейне то есть работали ли вы в минус когда вышли в плюсу ну в принципе можно сказать что у нас минусу никогда серьезного не было мы всегда даже с первого месяца выходили к нулю вот и и собственно раз мы уже работаем четвертый год соответственно можно делать выводы что мы успешно работаем открываем новые точки за счет своих инвестиций вот и и готовы дальше продолжает в том же духе а филипп отметил что у вас не самый низкий цены на напитки цены они довольно высокие на месте человек будет ходить там каждый день 300 рублей тратить сетевский человек треть зарплаты у вас стоит а почему выбрали именно такую модель развития наша себестоимость диктует нам те цены которые мы ставим мы не придумываем их из воздуха мы ориентируемся на наших конкурентов трезво оцениваем нашу аудиторию у нас очень качественные продукты мы спешлти кофейня и все оправданно все цены оправданы а давай поговорим о твоем участие в проекте теперь я босс за те три дня пока ты была на месте большого босса как ты думаешь тебе удалось показать ребятам кто в доме хозяин так ну слогать я поеду и буду боссом правда кофе конечно же я покажу кто в доме хозяин ребята такие большие и серьезные что они конечно же не давали мне разойтись на сто процентов но мне кажется они в конце поняли что я с добром пришла и принесла очень много новых идей новые напитки какие-то новые для них активности как мне показалось в большой компании ты больше решил заняться именно упаковкой мне понравилась оберка чиабат я заменила что как-то не привлекательный кажется упаковка для чабата согласен с презентации есть вопрос это как это привокзальная обертка ты не эстетичные это не классно а слушайте на чем я там могу еще заняться у них уже такой огромный бизнес у них своя обжарка ну это смешно чтобы я сейчас там начала им машину менять зерно меняет ну во первых небо никто это не дал сделать и раз у них все так хорошо и успешно зачем мне вмешиваться то есть я решила уделить внимание каким-то вот визуальным предметам которые бросаются в глаза и которые возможно мешают продавать еще лучше а также не привлек внешний вид уже существующих напитков правда кофе ты решила разработать свои и внести их я считаю что им надо немного развить креативность много души любви поэтому я завтра жду ваших баристов тренинг-центра мы сделаем классные авторские напитки которые взорвут инстаграм нам надо смешать пюре молоком чтобы было розовое молоко мне кажется это очень красиво у них сезонные напитки года так 2015 из шоколадницы и ничего красивого как я уже говорил в программе них особо не было у них все основной упор это на кофе и я решила почему бы не сделать матчу это очень популярный напиток правда кофе ты провела яркую акцию и модную фотосессию айсмина похоже решила погрузить кофейню в свой мир и устроила модную фотосессию мне надо чтобы вы сейчас ненавязчиво пошли в народ в массы и рассказывали что сегодня в правде у нас бесплатная презентация новых классных авторских написок с улыбкой окей давайте это все раскачивает продажи увеличивает вовлеченность людей в процесс они видят что это не просто кофейни им важно мнение гостя как часто вы проводите у себя такие мероприятия дегустации мы не проводим такого плана у нас обычно они проходят вместе с коллективом с нашими сотрудниками фотосессии мы проводим довольно таки часто мне очень понравилась твоя идея с благотворительностью в адрес приюта для животных это вера у нее огромный фонд 1000 собак мы выделим какой-то напиток из продажи этого напитка средства собранные будут поступать придет к вере спасибо я считаю что это обязательно нужно делать мы у себя очень часто ставим благотворительные боксы и собираем приличную сумму с одной точки а у них 70 точек вставлять сколько благотворительных средств они могут собирать предлагаю поговорить об изменениях которые филипп внес ваш бизнес примеру он сделал перестановку вас на баре и задействовал окно для выдачи напитков собой есть моменты которые сразу заметил да что допустим кофемолка стоит под левую руку когда берешь холдер не совсем удобно для быстро есть у вас окно для кофе с собой которые не задействованы да значит кофе-машину мы переставим туда делаем там рабочую зону для бариста кассу представлю сюда вместо космашины для того чтобы задействовать окно по максимуму вижу что что-то изменился вернули обратно что-то мы все вернули обратно потому что схема которую предложил филипп она к сожалению не работает мы тут уже три года нам виднее как наши потоки распределяются и скорость отдачи поэтому мы сделали выбор в пользу нашей рабочей схемы до выпуске было видно то что вашему шеф-борису не очень понравилась эта идея как бы можно с ним пообщаться просить безусловно на пик разрастает почему все вернули обратно но так как мы не формат to go филипп предлагал именно перестановку для формата to go под окно это было неудобно для нас мы все же формат где готовим здесь посуду керамику если правильно понимаю сейчас окно вас постоянно не работает то есть это по уже необходимости 1 постоянно работает просто там написано вот кофе с собой да и те ребята которые знают о том что можем отдать кофе с собой в окно они к нам стучатся и у нас там стоит специальный терминал для того чтобы оплачивать сразу еще филипп немного сократил ваше меню и ввел спецпредложение круассан в подарок про круассан я тоже ничего не вернусь вам новое меню давайте повесим и увидим он убрал несколько позиций а сделала более скажем так простым для восприятия слоган придумали круассанку круассаны бесплатно интересно то есть это простимулирует продажами на больших дорогих напитков мы пользовались этой акции данном время во время лета когда у нас был спад по клиентам по гостям это в принципе у всех в ресторанном бизнесе известная история сюда сейчас все хорошо поток вернулся и акции нет а с меню как с меню мы актуализировали подумали спасибо филиппу потому что это нужно периодически делать смотреть свежим взором пока филипп управлял вашей кофейней на улице он провел акцию для привлечения новых гостей для того чтобы все это анонсировать для наших гостей девочки которые предлагали гостям и холодный напиток на пробу это фанец который сделает здесь атмосферу и также у нас будет человек который будет ходить и всех угощать фильтр кофе ведь ты за барс когда 3 минуты скажите как акция сработала к сожалению акция не сработала и по роста по выручке мы не заметили поэтому мы будем иметь это в виду возможно придумаем какую-то другую акцию она сработает лучше а фишка с тремя минутами действует кофе с собой три минуты или бесплатно смело это даже может вызвать у гостей спортивный интерес для того чтобы это все проверить до действует но три минуты это вполне достаточно чтобы приготовить любой напиток поэтому не было никогда даже несколько да и перейдем к самому интересному за время проекта вы с большим боссом открыли новую кофейню на как она сейчас развивается если там какие-то изменения прекрасно развивается мы внесли ряд изменений и если хочешь мы можем поехать посмотреть да хорошая идея поехали так что у вас изменилось у нас стало светлее у нас появилось больше посадочных мест а как в общем этот эксперимент открыться в нестандартном месте это эксперимент однозначно это интересно с точки зрения того что мы это совершенно новая для нас аудитория художники здесь практически только художники возможно дизайнеры дизайнеры интерьера одежда неважно а с какими сложностями столкнулись вот конкретно в этой локации трафик конечно же это основная сложность потому что мы находимся в конце магазина в самом самой глубине мы поставили на входе мальвер где указано что мы внутри столики стульчики чтобы можно было посидеть а если давай подведем итог расскажи нам как проект повлиял на ваш бизнес особо сильного влияния я не заметил но узнаваемость бренда однозначно появилась за то время когда ты была на месте большого босса подчеркнула что-то новое для себя да мне кажется что я поняла что когда у тебя 70 точек возможно не стоит вдаваться в мелочи такие но когда у тебя три точки то еще в принципе это реально какие у вас планы касаемо бизнеса на будущем конечно же масштабирование горизонтальный рост это наша основная цель и задача и очень хотим следующую точку сделать кухни готовить завтраки ланчи желаю вам успехов открыть свою большую кофейню завтраками большое спасибо очень приятно было с вами познакомиться друзья спасибо что досмотрели этот выпуск до конца не забывайте подписываться на канал ставьте лайки и пейте только вкусный кофе спасибо за просмотрели! Продолжение следует...